приветствую вас дорогие мои девы с вами опять я татьяна шиманова ну что ж прогноз на апрель давайте смотреть что вас будет ожидать в этом месяце какие события не забывайте что это общий прогноз поэтому не факт что у всех сбудется срезонирует по крайней мере имейте это в виду если будут выпадать какие-то ну не очень для вас приятные карты на ваш взгляд реагируйте на это спокойно и так приступим начнем с фона месяца то есть как вы будете реагировать как вы будете ощущать события вот тревожить вас это будет или сподвигать на какие-то действия и так далее и тому подобное что у нас здесь семерочка семерочка жезлов ну будут возникать ощущение что пора побороться пора сохранить что-то пора отбиться от каких-то конкурентов посягателей на ваше место на ваши деньги или на ваши отношения и так далее и тому подобное для кого-то возникнет ощущение что пора принять некую оборону некие позиции жизненные позиции которые позволят вам чувствовать себя уверенно твердо твердо твердую почву под ногами ну что ж давайте смотреть что у нас там с конфетками ну паш чаш ждите подарков друзья мои да и ждите предложение причем дружеских предложений приятных предложений ждите свиданий ждите хороших новостей о ваших детях о ваших близких ждите предложение творческого характера а вот ну что еще можно сказать паш чаш он всегда говорит а приятно ну возможно для для кого-то друзья мои там будет шанс начать что-то новое да вот именно для души это не касается какой-то знаете новой работы ну конечно если это не долго штанная ваша работа не работа вашей мечты вот потому что здесь речь идет вот именно на душевных порывах душевных приятностях о душевных бонусах извините меня за голос а вот сегодня много приходится говорить и голос у меня дает петуха иногда ну с конфетками разобрались да хорошие новости хорошие приятные встречи знакомства как я уже сказала ну и вполне возможно подарки и так что у нас занозами король мечей конечно заноза но я думаю что вы уже даже от картинки чувствуете некое напряжение заноза может быть связано с разговором или со встречи с каким-то человеком ну не сказать чтобы он неприятный был этот человек скорее с этим человеком нужно разговаривать на его языке это раз во вторых нужно обладать определенной информацией знаниями навыками и держать себя соответствующий понимаете потому что этот человек очень серьезные мало того что он серьезно настроен особенно если ему хоть что-то от вас надо то он конечно будет переть буром и добиваться своего всеми мыслями и немыслимыми способами но это человек ума прежде всего ума здесь нет какой-то знаете определенной агрессии а вот именно очень хорошо этот человек управляет собственным менталом и информации конечно поэтому будьте готовы если это вы это если это ваш образ ну что ж мои хорошие поздравляю поздравляю потому что несмотря на то что это заноза в принципе у вас получится и противодействовать чьим-то претензиям напору отстаивать свои интересы собирать нужную информацию да это вынуждено да это неприятно да это напрягает но тем не менее это заноза такая что она поможет в дальнейшем поможет в дальнейшем вам более успешно решать свои дела понимаете успешно решать свои вопросы тем более если это если это проблемы какие-то или что-то связано со спорными юридическими моментами вот такая у вас занозочка так какие события в основных сферах начнем с деловой работа бизнес дела домашние дела хозяйские личные дела ну десяточка чаш тут особо как говорится и комментировать нечего уже сами видите что в принципе возможно кого-то ожидает корпоративчик кого-то ожидает участие в вашем трудоустройстве кого-то ожидает совместные проекты для кого-то это очень хорошая атмосфера в коллективе на работе до мои лапочки вот поддержка семьи общие дела связаны не обязательно с работой бизнеса но и с домашними какими-то делами с хозяйскими то есть вы не останетесь как бы одиноки вот что вот взвалили на себе на свои плечи какие какие-то обязательства да какие-то дела и вот и как говорится как лошадка прете нет здесь идет речь именно о совместно то есть тут вами будет и помощи подсказка и содействие и партнерство и все что хочешь и ста соответственно и дела будут так двигаться может кто-то будет заниматься организацией какого-то юбилея того же корпоратива как я уже сказала да какого-то семейного праздника хлопоты одним словом хлопоты но они приятные и приятные хлопоты может на этом мероприятии вас будут чествовать поздравлять дарить какие-то подарки вам поэтому карта хорошая и соответственно и события такие же кто-то кому-то помогут устроиться на хорошую работу кого-то выделить начальство продвинет так сказать и по служебной лестнице и так далее ладно что у нас с финансами давайте смотреть восьмерка жезлов вот если у кого-то был застой в финансовых вопросах друзья мои то дело сдвинется с мертвой точки да причем очень быстро неожиданно все ваши финансовые проблемы и дела будут решаться вот просто с космической скоростью ожидайте новостей связанных с финансами конечно же вот ну кому-то потребуются денежки на путешествие на поездки вполне возможно у кого-то изменится бюджет здесь поездкой или с переездом куда-то полученную сторону но это обычно бывает кто допустим по работе переезжает в другой город или в другую страну ну в любом случае здесь мы видим очень активное движение ваших источников денежных источников конечно же как в плюс так и по расходной части не исключено что добавятся некоторые статьи расходов ну вполне возможно что это связано как раз с появлением и новых источников или с увеличением доходов или зарплаты учитывая у нас тут очень приятную картиночку в деловой сфере не исключено конечно и пополнение вашего бюджета так что касается личной жизни луна ну луна конечно карта такая довольно любопытная вот она может говорить и как о плюсах такие минусах ну о чем речь вполне возможно что кому-то придется очень сильно опираться опираться на интуицию на свою интуицию почему потому что какие-то события будут или чьи-то поступки будут вызывать у вас ну сомнения недоумение вот что-то будет непонятно как-то скрываться от вас что ли будет и вы кстати говоря вы тоже можете но это касается конечно больше пар а вот вы вынуждены будете что-то скрывать от своего партнера или партнерши затенять какие-то разговоры свои поступки свои действия и так далее что касается свободных вот здесь знаете ситуация может может развиваться довольно любопытным да любопытным путем вот возможно вы кем-то заинтересуетесь да и будете тайно собирать информацию об этом человеке либо о вас вами заинтересуются и о вас будут собирать тайно от вас информацию да вполне возможно ну в принципе то я не удивительно если допустим на когда нравится какой-то человек мы стараемся естественно что-то узнать о нем что-то выведать но так чтоб этот человек не заметил то понимаете в данном случае об этом речь может партнер ваш но это у кого пара до партнер начнет себя вести как-то не так как раньше да и вас так сказать появятся какие-то подозрения вот и вы естественно захотите эти подозрения как-то узнать в чем дело почему человек так себя стал вести до луна это когда непонятно когда что-то тревожит когда что-то хочется выяснить когда что-то хочется утаить спрятать затемнить так что тут и работает на оба полюса их плюс в минус у кого что ладно мои хорошие теперь давайте спросим советом совета у светлого правительства на этот месяц что же тут такое у нас интересненькое так девятка мечей любопытно прогноз в принципе я бы не сказал что плохой нет тут есть и плюсики если минусики но почему-то совет выпал именно девятка мечей как бы знаете намек на то что если вас что-то что-то вам не нравится если что-то вас тревожит не воспринимайте близко к сердцу до этого не стоит ну подумать проанализировать да но не рвать себе сердце не мучиться бессонницей да не нагнетать обстановку не накручивать себе нервы а вот вот что то вот в этом роде да если что-то ушло но оно ушло и и может и нет смысла возвращать то что ушло вот там работа отношения или еще что то может что это пережить пережить и принять как данность вот что-то в этом роде ну не мучиться не мучить себя не погружаться не погружаться вот на это дно из которого потом очень сложно выбраться а то и невозможно вот такой непростой совет почему-то ну может я не знаю чего это касается хотя деловая финансовая сфера просто замечательно ну есть некие скажем так шероховатости касающиеся отношений ну что сделаешь отношения это наше все без этого никак человек не может жить один абсолютно но если только в какую-то тайгу идет но сами понимаете это совершенно другое ну ладно не будем отклоняться на этом я закругляюсь мои хорошие конечно же желаю вам здоровья удачи любви вот всех вам благ и до новых встреч а